культ поход в кирове 12 часов эта программа культ поход гульнара гарипова добрый день анна лапшина с места в карьер сразу быстро бежим сегодня мы будем разыгрывать множество прекрасных призов и знакомить вас с очередными нашими гостями почему гости сегодня не просто гости а гости гости то есть они и в киров гости приехали представляем вам романа медведкина да все верно фронт группы пасека здравствуйте сегодня концерт группы пасека в книжном клубе 12 возрастное ограничение 16 плюс и про концерт нам чуть более подробно будет рассказывать николай донецкий музыкант продюсер основатель руководитель группы или танка творческого объединения джаз фятка что еще никого я не перечислила много всего всем привет всем здравствуйте очень приятно быть сегодня у вас и да и оригинальный какой-то формат и сегодня без гитары без инструментов и ничего не не будешь исполнять это даже странно но ты сегодня в качестве в качестве такого мини-продюсер одного концерта ну что ж друзья сегодня в 19.00 в книжном клубе 12 выступит прекрасный музыкант из москвы звукорежиссер просит вас немножко поближе к микрофону чуть-чуть сами подвиньтесь как удобнее так друзья сегодня будет звучать очень интересная музыка это авторская музыка и последние ну наверное несколько лет я категорически стараюсь культивировать любое авторское искусство которое сделано ну либо нашими земляками либо неважно любыми музыкантами которые пишут песни на русском языке и мне это ужасно нравится и поэтому конечно же я не мог пройти мимо выступления романа медведкина и я думаю что сегодня будет очень здорово кстати начало до в 19 часов приходите места наверное еще есть но лучше забронировать заранее давайте мы романа может быть подробнее расспросим какой жанр а какое направление что вообще исполняете а ну сегодня не сама пасека выступает то есть не весь коллектив я сегодня под акустику сам приурочно это все к выпуску недавно 26 мая вышел на всех собственно стриминговых информационных площадках альбом матильда называется именно пасечная вот сегодня я буду исполнять там ну я разноплановую музыку пишу это такое от романцев у меня до такого легкого стеб рока скажем вот у нас не все песни в принципе такие есть где пофилософствовать есть где посмеяться вот я в интернете видела интересное слово оно звучит как фило стебе или а сейчас меня за это за это слово меня продюсер загибается да но это мы придумали с автором ну в пасеке мои песни и соответственно моего друга кума брата олега майорова и когда начинали все это дело мы так это обозвали философским стёбом ага философом а понятно там еще и йогуков да и вот там продюсер павел жилов это как раз это менеджер и директор чижа вот они открыли рекорд лейбл чижа рекордс вот собственно резидентом кого я являюсь вот и он мне за это слово все время не говори его нет такого слова не говори мы его придумали да и все время на радио или где-то там в интервью все говорят мы загуглили такого слова нет ни в одном словаре и все равно она прилипает вот да ни в одном словаре его нет вот ну это так да философский стёб такой мы так это назвали ребята вы нарвались вы попали на профессионального философа сейчас начнется и чувствую опять пойдут незнакомые слова безусловно без этого никак что касается слов у меня конечно первый вопрос не могу не задать роман медведкин и рок-группа пасека что было изначально название пасека и вы взяли псевдоним связаны с медом или все-таки это ваша настоящая фамилия из которой проистекло название кого меня попросил пару вопросов придумать как раз давайте я оставлю эту интригу до того момента как задам этот вопрос зрителям слушать хорошо мы оставим да так ладно возвращаемся к концерту концерту ну говорю сегодня будет от романцев просто себя как не ограничиваю пишется пишется да то есть это у меня там есть их там и колыбельные какие-то есть и романсы есть что-то даже оля ну скажем так и реги там да и где-то элементы панк-рока у нас так все мы как правило подкрепляем вот николай как раз по про русский язык или людей которые пишут на русском языке я тоже обожаю русский язык вот в этом смысле тоже как жонглируй словами да вот и мы всегда текст подкрепляли музыкой что собственно называлась всегда русским роком да то есть изначально это текст это мысль это подача поэтизм какой-то а музыка уже как дополнение настроения то есть в основном это конечно текстовые вещи над которыми стоит посидеть интеллектуальный рок как-то нас назвали тоже где-то вот чтобы подумать было там романцы и погрустить там где-то романс тем более это единственная не единственная смысле только в россии есть понятие романса да как такового зарубежном это баллады у них вот это все романс он только русский поэтому мне как-то в жизни сложилось я в кино работал и по первому каналу был фильм тетя клавах вот и мне прислали сценарий я написал туда романс ну мама романом назвала опять же он в жизни одни романа и романцы поэтому будет веселой и романтичной и лиричная и на чем подумать на чем подумать да и ночью да у нас и у наших радиослушателей будет возможность услышать несколько песен в исполнении романа вернемся все-таки к философии вы сказали сами пишите текст а нет такого что вы берете какие-то готовые тексты это просто моя давняя мечта я болею конечно восхитительными какими-то прекрасными философскими текстами пусть короткими и мне все время хочется переложить их на музыку и сделать из них какой-то такой ну свой проект вот а вы сами пишите да и вы говорите что они философские коллаборация я понял да уловил ну вот еще раз повторюсь в пасеке там только мои тексты и майорова да вот изначально мы студентами были и вот как раз на чаепитие вятки в 90-х должны были приехать на этот фестиваль но не сложилось вот а так ну я исполняю разное и многие песни сейчас это называется каверами не каверами ну неважно мне нравится там в компаниях петь чужие песни да но сам факт того что готов ли я исполнить и смогу ли я донести текст да то есть для меня это важней если мне зашла песня там допустим майорова много песен но я не все их беру потому что понимаю что не донесу да там или не мое это же внутреннее состояние когда ты исполняешь песню ты же погружаешься в это в эти картинки в это состояние вот ну если есть тексты то почему бы да опять же не все тексты готовы к песням да то есть это тоже интересно это же интересно я с удовольствием приобщусь к вашему творчеству поэтому с радостью почему нет а вопрос еще по названию альбома матильда это что это какое-то это какая-то тоже ассоциация к историческому персонажу или что это ну матильда это одна из песен альбома вот мы так долго не заморачивались чтобы придумывать какое-то название и продюсер предложил давай вот песня есть это как группа ума турман ребятам привет передаю с ними поработал пару лет у них была песня ума турман и они назвали группу ума турман вот так и мы была песня матильда я написал и собственно назвали альбом матильда не особо так заморачиваясь на эту тему хорошо а песни ну это выдуманная история у меня была кошка матильда супруга говорю напиши про кошку песню собственно песня получилась совсем не про кошку но грация и движение кошки у меня так ассоциативно сыграли станут танцовщицей до стриптизер ши и там такая вот лирическая история жена потом не ругалась ну она 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 странно про кошку просила получилась такая песня вот история лирическая там где-то трагическая любовь так вот сейчас где трагическая и вы сказали было кошка и я сразу подняла что кошка то вот с ней как да к сожалению вот кошки уже не стало ой песни осталось они правда все все кто слушает естественно не понимают о том что это что это про кошку но в любом случае такой секрет уже открыл ну что роман с чего начнем с матильды что вы нам исполните сегодня матильды нет если не готовились к матильде можем что-нибудь другое ну давайте оставим все таки у нас у зрителей который послушать альбомную запись потому что ну там все-таки аранжировки все такое матильда она там звучит так под акустику может быть что-нибудь другое давай уже с альбома давайте музыканты готовятся николай помогает нам микрофон тоже если с альбома с альбом матильда называется любовь кудрявая что-то в жизни на бекрень бежишь как загнанный олень и за леса прямо на дорогу и вот болотаясь на пути я был за ночью в ты прости я не специально так ей богу ведь жизнь прекрасно волшебстве дала нам шанс себе и мне творить добро другим совместно Любовь моя кудрявая Моя душа, моя отрада Я на край света полечу Тебя с собою захочу И никогда не отпущу И буду рядом Ты появилась так легко И мы собрались далеко Мы вместе сразу так решили Идем по жизни рядом в такт Не нужен никакой контракт В душе есть вера и есть силы А я уверен на все сто Меня не зря так занесло Жизнь подгребла своим веслом К тебе поближе Ты появилась точно в срок А я уже прошел урок Я все читаю между строк Ясно вижу Любовь моя кудрявая Моя душа, моя отрада Я на край света полечу Тебя с собою захочу И никогда не отпущу И буду рядом И буду рядом И буду рядом Всем кудрявым привет Спасибо, друзья Вам спасибо, отлично Вы прям как мой сын С закрытыми глазами исполняете Он тоже очень любит Только у него фортепиано Он никогда не сочиняет При включенном свете И при открытых глазах Он закрывает глаза И начинает что-то там импровизировать Сейчас посмотрю Он у вас Это какая-то такая особенность Ну это уходишь Как бы в текст В песню Да, это есть Закрываешь глаза Где-то в этих картинках Сам переключаешься Ну это как образ Вот актер есть у актеров Да, там определенный образ Они погружаются в него Да, это прилагаемые обстоятельства И все такое Актерское мастерство А тут как бы во время концерта Истории разные И соответственно Ты в каждую историю Погружаешься И настроением И ну Если не погружаешься Зритель видит Что это как бы воронье Да, ну как говорят Не доверяйте тем Кто целуется С открытыми глазами Да, да Это же правильно По-другому Так что тут То есть вы целуетесь На свои песни Во время исполнения Ну да Я этим и целую зрителей Наверное Потому что ну как По-другому не донесешь Если не погрузишься в это А за концерт У тебя там Одна песня веселая А другая грустная И тебя вот это кидает Такой опендаун То весело То грустно Ну есть особенность Да, закрывать глаза Сам замечаю Хорошо Расскажите Может быть чуть подробнее Про вашу группу То есть Где она была создана Когда Вообще Или это тоже предмет вопроса Для слушателей Спойлер Ну там есть Да, момент такой Как раз Ну расскажите так Чтобы не спойлерить Аккуратненько Обойдем Те моменты Которые в вопросе Ну Начиналось это все Я закончил Наш один из Центральных институтов физкультуры Потом Собственно С этим тоже будет связан вопрос Так Да И я работал там Студия была Репетиционная база Я как раз Когда поступил В институт физкультуры Уже спорт для меня Как-то так чуть-чуть Попритух Скажем Да Я там другим Начал видом спорта Заниматься Вот И попал В студию Где репетировали Музыканты Раньше это клубом Называлось Ну Вот эти клубы Которые были Где это было вообще В каком городе В Москве Москва Москва Это центральный институт Физкультуры наш Гацаливка Так называемый Вот И собственно Познакомился с музыкантами С разными И началась такая Студенческая жизнь И мы В две гитары Как раз с Олегом Майоровым Начали исполнять Его и мои песни Начали ездить По фестивалям Собственно Вот как раз То что в Киров Я и не попал Тогда В 90-х Да Это 96-й год Я чуть забежал Вперед до группы Объясню почему Вот И был такой дуэт Двоеточие Мы две гитары Исполняли Вот Ездили по фестивалям Где там Там лауреатами стали В Москве тоже Что-то там взяли Студенческий фестиваль Какой-то Вот После этого Ну там Институт Я закончил Олег там Своей дорогой пошел Говорит Ну я не публичный Тебе вот надо Хочешь вот Песни есть Игра Игра Ипой Да С тех пор Прошло там Лет пять Наверное Я работал в кино На телевидении Ну так Искал себя там Где-то что-то Было все интересно Все около концерта Все около музыки Все Изучил звукорежиссуру Осветителем работал То есть Ну такие Около Театральные И сценические Какие-то профессии Все возле сцены Да Потом Вот На студии поработал Тоже Как звукорежиссер А потом Был долгий процесс В кино А в кино Как вы понимаете Там спишь и работаешь То есть Ну там Времени ни на что Вообще нет Вот Деньги так в коробку Собираются Потому что Осветители Изупная щетка Всегда с собой Да Изупная щетка Заспанные все время Придешь домой или нет И то В итоге Ну Работа осветителей Мы свет поставили Съемка идет Мы там все ждем То есть Когда Все работают Осветители отдыхают Ну я брал гитару У реквизиторов И уходил Сидел Сидел Думаю Ну вот Что тебе Рома Вообще в жизни Надо-то Вроде Деньги есть Да И там Работа есть Но Кроме там кино Ну это надо быть фанатом Чтобы всю жизнь в кино быть Вот У меня очень много друзей Актеров соответственно И вообще Из киноиндустрии людей Ну я всегда хотел группу Это у меня такая была Еще со студенчества мечта Вот И Я одному Позвонил другу гитаристу Говорю Вот хочу коллектив собрать Ну и мы начали Собираться на базе Институт физкультуры Поигрывать Ну так Пока там Две-три песни То есть Ну В кайф Ни с какими целями Не то что там Стать богатыми Знаменитыми Или что-то Еще Просто нравилось играть Вот И ребята так Подсобрались Один-второй барабанщик Там проголосил басиста И мы так раз-раз-раз Коллективчик Образовались А потом Когда песен накопилось Уже там По 20-30 Ну как бы Как сказал Сергей Крестовский Играть музыку для себя глупо Поэтому Надо было Некий такой Выхлоп внутренний И я начал Организовать концерты В клубах Москвы И мы играли Так уже Собирали эти клубы Так прилично Там по 200-300 человек Ходили Везде где мы выступали Нас все время Приглашали Там Все Ваш вход Весь Все там И потихонечку Потихонечку Там состав менялся Вот Были разные люди Даже Один год Наверное Полтора Со мной играл Знаменитый барабанщик Станислав Борисович Савичев Ну это собственно Папа Юлия Савичева И барабанщик Макса Фадеева Вот Он нас тогда тоже Так поднял Почистил материал Там Ему это тоже нравилось Так что Станислав Борисович Привет Огромный респект За это все Вот Ну и потихоньку Ну название Говорю Название Я чуть позже Вопросом задам Да Потому что Если я начну перечислять Сейчас даже Своих музыкантов То станет Понятно наверное Для вас И ваших коллег Друзей по группе Это профессиональная деятельность То есть основная Профессиональная деятельность Или нет Или кто-то чем Или все чем-то занимаются Еще Ну вот Сейчас из состава Пасеки Я и барабанщик Егор Игужов Мы Кроме того Что музыкой Да Ничем не занимаемся Причем Ну вот это пандемия Сейчас и все это Вот это все На столе было Запреты концертов Да Вот это все было Конечно тяжело На основном Не представляю Как переживают музыканты Вообще такие периоды Ну Сложно Сложно Ну знаете Когда началась пандемия Вот это только первый стоп Такой был Я первый месяц Я прям балдел Никуда не надо Жизнь дорога Да И счастье такое Сижу включил там какие-то минуса Играю что хочу Через месяц я взвыл Я реально взвыл Я понимал что я только до магазина И обратно хожу А в Москве в отличие от Кирова Были же жесткие ограничения Было вообще прям жестко Даже нельзя было побегать там по улице Ну просто спортом да Заняться Это вообще тоже как-то ломало И вот через месяц я прям понимал Я там Игру Престолов за три дня посмотрел Все восемь сезонов Да Потому что ну что делать Вот ты лежишь на диване Там до магазина сходил обратно Вот Ну Сложность была в том еще Что многие музыканты Искали другую работу Я знаю там Великих джазовых друзей Которые прям уходили там На заводе Какое-то мороженое делали Что-то еще То есть ну конкретно Искали другую профессию Потому что Кто в курьеры был Кто еще Чем-то надо было кормить семью Да А мы с Егором Ну как бы другим путем пошли чуть-чуть Мы Много музыкантов Нас звали играть вместе И мы по-моему за эти два года В семи коллективах разных поиграли Ну я как сессионный гитарист Он как сессионный барабанщик И грузинский коллектив Там был Обалденные грузинские голоса Вот Ну я правда ничего не понимаю О чем поют Но когда говорят Рома Соло Я играю Вот Да И разный Есть оркестр такой Деловых людей Это сообщество предпринимателей Которые тоже там раз в два месяца Устраивают свои вечеринки Там Поют Играют Благотворительные какие-то концерты Там целый оркестр нас Причем там и профессоры Саксофонист Сан Саныч Гуреев Он преподает в лучших вузах Саксофон Там Выпускница Там Анна Каркач Тоже магистратуру Гнесиных закончила То есть Ну такие Мощный состав И каждый раз Разный репертуар Там Битлз было Там 60 лет Мы там Битлов играли Что-то там Разное И тематичные Такие вечеринки Устраивают Поэтому ну Концертов было мало И Ну как бы Приходилось Выживать Так скажем Да Единственная сложность Которая для меня В этом смысле Потому что Материала там По 20-30 песен В каждом коллективе А концерт там Раз в два месяца Да Естественно У тебя мозг плавится Все это вспомнить Выходишь И каждый раз стресс Потому что Как бы не перепутать Что такое Да Как это Что мы сегодня играем Да Пытаешься все это Уложить где-то Как у нас Подсматриваешь Там в партянку Аккорды выписаны О что-то раз вспомнил Да Вот это Переключаться тяжело Вот Ну а так Конечно было тяжело Музыкантам Мне кажется Разговорный жанр Вам не менее близок Чем музыкальный Болтан У вас Есть в концертах Вот такие какие-то Паузы Есть Где вам задают вопросы Где вы общаетесь Ну Не то что общаюсь У меня такие некие Стишки-коротышки У меня есть такое Творчество А как раз оно В пандемии началось Потому что Ну там Не песня А как-то Четыре строчки В которых какая-то мысль И вот у меня Часто Перед песнями Такие короткие Подводящие Такие Да Спойлеры Вот Которые изначально Так и задумывались То есть концерт И там переходящий Стишок В следующую песню И все такое Оттуда это пошло Вот Ну и вот эти стишки-коротышки В пандемию Я начал что-то писать И это так народу зашло Помните Помните Какой-нибудь Они о чем По памяти Они прям остросоциальные Такие Нет Они разные Про жизнь Про любовь Ну хотите Вот про любовь Ну про любовь Она с песней уже была Давайте Какая-то другая Да, пока микрофоны все у Романа Такая привилегия И гитара у меня Спасибо, Николай, за гитару Да А, ну Еще исполним песню тоже с альбома Раз уж про альбом говорили Вот Песня называется «Тучка» Олега Майорова О том, какие мы все разные И как это здорово Субтитры создавал DimaTorzok Не такая, как все Не такая, как все В небе металась Солнце пугалось Как неприкаянная душа Напрасно кружит Ищет подружек И невозможно ни петь, ни дышать И в вышине я ее слышу голос Да Я Черная злая Да Я Такая, да не такая, как все Не такая, как все Такая Не понимали все Прогоняли И ветер И ветер теплый намял ей бока Тучка сердец Ливнем пролилась И белую стала Как все облака И в вышине я теперь Слышу голос Да Я стала белой и чистой Да Я стала невинной и пушистой Да Я стала такая Но такая, как все Лишь такая, как все Лишь такая Будьте самими собой Мы уникальны Грустная какая-то история Сломали тучку просто Тучку, да Ну что ж, спасибо вам большое Коля, пожалуйста, расскажи Вот помимо сегодняшнего прекрасного концерта Романа, что, чем ты нас еще порадуешь Этими жаркими летними вечерами Расскажи А может и дождливыми А, может и дождливыми Дождливыми, да Да, вечером Во-первых, Роман, спасибо за классные песни Это очень приятно Ну, наверное, самый главный летний анонс В общем, пока еще ничего не решено Однажды Ну, как всегда Ну, ждем и надеемся Ну, мы ждем и надеемся Не будем загадывать Но будем все-таки Однажды в августе 2013 года Ну, чуть-чуть раньше, конечно, это было сделано Я придумал джазовый фестиваль Называется он «Джаз-вятка» Вот, он претерпел различные изменения И вот в этом году Фестивалю 9 лет уже Он, кроме последних двух лет Он проводился не просто ежегодно А иногда даже 4 раза в год Мы делали разные концерты В рамках фестиваля И большие площадки и прочее Вот, и тут очень хочется сделать Какой-то опен-эйр Такой прям джазовый опен-эйр Обалдеть На свежем воздухе? Да, на свежем воздухе Это же летний очень историй Совершенно верно Наконец-то 27 августа Друзья, вот запомните просто эту дату И в эту дату мы соберем все Во-первых, все, что самое лучшее есть В нашем городе, в нашем регионе И, конечно же, будут приглашенные артисты Слава богу, мы нашли уже Какую-то часть партнеров Договариваемся о площадке Так что, вот это самый главный анонс На самом деле Это именно джазовый фестиваль? Это джазовый фестиваль, да Главное, что джаз не запретили К 27 августа Будем надеяться на то, что джаз не запретят Потому что, ну, все-таки Чуждые нашим традиционным ценностям культура А вот и нет А как-то в советское время говорили Сегодня он играет джаз, а завтра родина Продолжение Ну да, это один из стереотипов Про советский джаз И, кстати, насчет советского джаза Вот ему будет посвящен мой вопрос Сегодняшний, да Это чуть позже И тематика фестиваля, соответственно Будет тоже такая интересная, необычная Ну, как минимум Это очень важно и нужно, на мой взгляд Провести Потому что очень-очень интересное событие произошло Но это будет в вопросе А если из каких-то ближайших моментов концертных Так, 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 подождите Это очень важно сказать Возрастное ограничение Готовящегося фестиваля Тоже 16 плюс Нет, я думаю, что это 12 плюс Конечно, потому что Там будут разные зоны активности В том числе для детей Да, конечно А где это будет, пока не знаешь? Пока я не могу сказать, где это будет Я знаю, где это будет, но я пока не могу сказать Хорошо, дальше Договор еще не подписан, поэтому не будем Искусствовать судьбу Чтобы не сглазить Да Так И что касается каких-то ближайших анонсов 24 июля Мы сыграем Есть у меня такой проект Вечер итальянской музыки называется Мы взяли с моими друзьями Это прекрасный певец Андрей Урбанцев Человек, с которым мы начинали вообще Всю музыкальную историю У нас сначала была группа Клондайк Потом мы как-то Это все переросло в группу Эль Танго И с Андреем мы в любом случае сотрудничаем И время от времени выступаем И вот И сейчас мы сколотили такой бэнд Это контрабас, барабаны, гитара и вокал А кто на контрабасе? Дима Эфем Дима Эфем, конечно Отлично Но иногда его заменяет Макс Куклин Мой тоже очень большой друг, басист Ну, в общем, обычно Дима И вот 24 июля С 19 часов В ресто-баре Инженер В зале ресторана Мы предложим нашим гостям Послушать итальянскую музыку Мы исполняем Совершенно разный такой Эклектичный набор итальянских песен Начиная от неаполитанской песни Всем известной Осоли, мило Ну вот эти Я петь не умею, но очень люблю И начиная от Осоли, мило И заканчивая Ну там, проходя через джазовые стандарты Итальянские Через популярную эстраду Сан Рэма Там прочее Ну и, конечно же, не оставляя без внимания Классическую итальянскую Ну, имеется в виду Классическую итальянскую поп-музыку Там 60-х Это различные тарантеллы И прочие очень смешные вещи От которых очень интересно Утром просыпаться То есть там включаешь У меня несколько дней На звонке стояла песня Аббалати Аббалати, Аббалати Вот, все Очень хорошо под нее просыпаться Ну, в общем Будет вот такой замечательный концерт 24 июля 19.00 Возрастное ограничение Да, у нас такая задача Там 16, я думаю Возвращать на землю всех Ну что ж, нам пора потихонечку уходить на рекламу Мы продолжим, если что-то не успели рассказывать Еще после рекламы И, конечно же, будем задавать вопросы И разыгрывать великолепные призы В том числе Пригласители на концерт Романа сегодняшний Культ поход Возвращаемся в студию Все ближе к розыгрышу Мы подбираемся Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Роман Медведкин Фронтмен группы Пасека Николай Донецкий Музыкант, продюсер Основатель и руководитель группы Ильтанго Творческого объединения Джа Святка Мы все анонсировали Из того, что хотели Из ближайших событий Мы рассказали обо всем Напоминаю, что Роман к нам приехал И сегодня у него Акустический концерт В книжном клубе 12 Возрастное ограничение 16+, И мы всех туда приглашаем Билеты еще есть А книжный клуб 12 Не очень большая площадка В плане вместимости Поэтому кто Так что поторопитесь Забронируйте билетик заранее Кто хочет хорошо провести Сегодняшний вечер Вперед и бегом А мы, наверное, к списку призов переходим Я напоминаю, что мы в культпоходе Еще и разыгрываем призы прекрасные Конечно же мы разыгрываем Пригласительные билеты На сегодняшний концерт На двух твайк На двух человек, да Мы разыгрываем пригласительные В кинотеатр Смена на любой фильм и сеанс И в кинотеатр Дружба на любой фильм и сеанс За что большое спасибо Нашим друзьям Содружество кинотеатров Смена и дружба Кроме того, у нас есть Пригласительная в галерею «Прогресс» На фото-выставке улиц Лагранжа и Александра Роченко Ограничение по возрасту 0+, Я неизменно всех призываю Посетить эту выставку Она великолепна И пригласительная в детский Космический центр Музея Солковского На обзорную экскурсию И в планетарий Ограничение 12+, Да, 12+. Ну и книги, конечно же, у нас От магазина «Читай город» Ему тоже большое спасибо Но у нас такие летние книжки, я бы сказала Развлекательные Легкие такие, да Ричард Осман Клуб убийств по четвергам Веселая и грустная история О раскрытии преступлений Четырьмя жителями дома Для престарелых 16+, Трейси Шевалье Тонкая нить Трогательная история О 38-летней Вайоле Это ее мечте стать счастливой 16+, И Елена Михалкова Ваш ход Миссис Норридж Это еще один детектив А точнее сборник детективных рассказов Про английскую гувернантку Эму Норридж Викторианская Англия Преступления И любопытный ход расследований 16+, Отличная книжка, мне кажется Для поездки куда-то в отпуск Ну вообще все книжки Для поездки куда-то в отпуск Компактные Не очень большие Да, можно в поезде оставить потом Для тех, кому ехать и ехать Передай другому Ехать и ехать, да Чтобы не было скучно Кстати, отличная идея В поезде книгообменник устроить Это вообще отличная идея Давно можно было сделать Но, видимо, ковид помешал Надо вятки предложить Вот чего Да Там, правда, не очень далеко Но, а почему бы и нет Библиотека За ночь вполне можно одолеть что-нибудь Да Тем более, что теперь вятки новые вагоны И там у каждого лампочка Даже в плацкарте Не будешь мешать соседям Ну что, переходим к розыгрышу Кто, друзья, задаст первый вопрос Роман? Ну давайте задам я Да Собственно, дорогие слушатели Вопрос в чем? Почему? И откуда возникло Название группы Пасека? Вот сейчас тайна-то и раскроется, да? О которой мы не смогли поговорить В первой части программы Нам мы чуть-чуть поговорили Но это недостаточно Мне в перерыве, да, рассказали О, там хорошая история 211-101, наш номер телефона Пожалуйста, звоните Когда, почему Группа Пасека И почему так называется, да? Почему именно такое название? Почему именно Пасека? Как вас зовут? Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Александр Да, Александр Вы будете угадывать Или вы знаете? Нет, я не знаю Я предположу Хорошо Как я могу знать Я же не могу влезть В голову Роману Медведкину Но, скорее всего Что от его фамилии Что-то связано с медом А медведи любят мед Поэтому медведь поет Браво А больше всего меда Где? На Пасеке Браво И поет он про тучку Я тучка, тучка, тучка Отлично Да, вы действительно правы Но у Романа есть еще продолжение Это не вся история Да Ну вы, наверное Мы дадим приз Александру? Конечно Ну, во-первых, да Это прям четко угаданное правление Хотя человек даже не в курсе Дело в том, что Когда я собрал коллектив Оказалось так, что У меня фамилия Медведкин У басиста Медведков А у клавишника Медов Соответственно, мы так и назвались Пасека Вот Благодарю за ответ Призы ваши Александр, куда вы собираетесь? Или, может быть, книжку хотите? В космический центр Космический центр билеты Отлично Мы вас отправляем в планетарий космического центра 12 лет на Александру есть Я знаю это точно Ему можно Едем дальше Спасибо вам До свидания Коля Следующий вопрос Я, как всегда, про джаз И про фестиваль, собственно говоря В этом году Это будет осенью В октябре Состоится Одно очень значимое Для Джаза Событие А где состоится? В мире? Перманентно состоится То есть А вообще состоится? Понятно Это некий юбилей А, то есть это историческая такая Веха Да, да, да Это историческая веха Даже не знаю, с какой стороны начать Ну, давайте Так как вопрос простой Вот Подсказок не будет Ну, чего, все простое Я вот не знаю Да, я задумалась Сколько лет исполняется советскому джазу И с чего он берет свое начало? А То есть Вот так Советскому Советскому джазу Конкретизация такая Ну что, дорогие фанаты джаза Или люди с хорошей А почему советскому, кстати Я вот задумалась Ну, потому что Это было октябрь Исполняется Это было октябрь 22-го года Не-не-не, я имею в виду А, все, я поняла То есть Все-все Я сняла вопрос 211-101 Все нормально Нет, я, наверное, хотела Алло, здравствуйте Добрый день Здравствуйте, это Светлана Да, Светлана Я только знаю, что день джаза 30-го апреля Это прекрасно Это всемирный день джаза И годом являться Родина джаза Новый Орлеан Вот это я знаю Так Отличное познание А сколько же лет советскому джазу? Я же только что уже сказал Проговорился В октябре Как вы думаете, сколько? Что-то 21 августа вы говорили Это другое Это фестиваль А это в октябре А это в октябре А это в октябре Более глобальном событии Ну давайте Давайте повспоминаем Сколько же Если такое большое событие Которому посвящаются фестивали Во всей стране Которое будет проходить Летом и осенью Сколько же лет может быть Советскому джазу Попробуйте Советскому джазу, да Ну примерно А вариантов-то нет, да? Нет, вариантов нет Светлана, давайте поугадываем с вами Смотрите Повспоминайте, пожалуйста, фильмы Которые вы видели Про эпоху Которая в истории Нашей страны Получила название НЭП НЭП Совершенно верно Вот примерно годы Той самой политики Вот этой новой экономической политики Примерно годы Вспомните там, да? Вычтите их Из 2022 И примерно Получите цифру Это круглая дата Угу Тогда у нас НЭП был Не, не знаю Не знаю Да ладно, как? Светлана Вы должны Вы должны же это помнить Нет? Не помните? Нет, не помню Ну ладно День джаза 30 апреля Простите, Светлана Ну тогда вас отпустим У нас еще будут вопросы Позвоните в следующий раз Позвонить, да Дадим возможность кому-то еще поучаствовать Всего доброго 211-101 Я напоминаю Да, у нас Да, спасибо звукорежиссер Он освободил телефон И Леню Можно звонить снова Вот Все еще отвечаем мы на этот вопрос Сколько же лет исполняется Советский джаз И вообще на самом деле Вся история Советского джаза Мы уже все рассказали уже Только просто угадывай И все Она началась с одного концерта всего лишь Сейчас мы расскажем Добрый день, как вас зовут? Алло, здравствуйте Меня зовут Наталья Да, Наталья Мне кажется, 100 лет Конечно Да, да Это правильный ответ А вот еще Знаете ли вы С чего отсчитывается История советского джаза? Вот если верить гуглу Владимир Маркикин Нет Все-таки Это отчасти верно Но все-таки Может еще одну фамилию назовете? Давайте, давай Джазовый оркестр Даже не знаю Да нет На самом деле Это была Знаменитая запись Джазового оркестра Валентина Парнаха Вот Был такой Первый советский джазмен Вот И, собственно говоря От даты этой записи Это где-то середина октября Если я не ошибаюсь 22-го года Вот 1922-го года Так Вот И от этой Вот Даты прекрасной И произошел, собственно Советский джаз И он стал вполне себе Официальным искусством На какое-то время Ну что ж Мы в любом случае Поздравляем вас Вы правильно ответили Какой пресс вы хотели бы? Давайте билеты в кино Давайте билеты в кино В какое кино? В смену В смену, хорошо Билеты в смену Улетают вам И мы продолжаем У нас есть еще Три минуты От Романа вопрос Ну Вопрос будет такой Физкультурный Ага Да В альбоме тоже есть Песня Дань, так сказать Институту физкультуры Называется Спокойной ночи, боксеры Вот Ну Вопрос с этим Каким Каким Видом спорта Я занимаюсь Ага Вот так неожиданно Я уже сказал, что я закончил Институт физкультуры Так Вот, ну и собственно Может быть кто-то Догадается Или угадается А может знает А может знает А загуглить можно? Или это сложно? У вас есть страничка в Википедии? Я думаю Где все написано Я думаю Даже на моей странице Или на странице Пасеки Или где-то там В этих соцсетях Конечно Это только стоит зайти И там можно все это найти Ну Времени мало 211-101 3 минуты Если что Мы добрые Мы будем подсказывать Наверное Да Будем подсказывать Я уже прокинул намек Песню Спокойной ночи, боксеры Сегодня как-то слушатели Да Как-то вот они Не реагируют на такие подсказки Как мне кажется Добрый день Как вас зовут? Алло Здравствуйте Светлана Да Светлана Другая Светлана Ну так наверное бокс? Так наверное бокс Так наверное Нет? Нет? Не бокс? Это была уловка Так Ну ладно У нас Светлана Вы же помните наши правила Мы даем две попытки Так что можно попробовать еще Роман подсказывайте Ну это единоборство Борьба? Ну Борьба Ну какая? Борьба разная бывает Так Я знаю только греко-римскую Русскую Римская вольная Ну это Ну это далековато Далековато Да Ну тоже как борьба считается Тоже да Ну близко Ну давайте Это связано с Россией Или может быть это связано Это Корея С другими Да Вот такая Корея Вот борьба Корея Светлана Давайте там Ой тайский бокс Я не знаю Ну если Корея Причем здесь тайский Светлана Ну тут прям уже вот прям Давайте полторы минуты осталось Уже угадывайте Кунг-фу Я больше не знаю ничего Кунг-фу Это китай Тэквондо Браво Ура 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 Наконец Ура Светлана Куда вас отправить Или какую книжку вам подарить Я отвлекалась На сегодня билеты забрали На сегодняшний концерт Билеты не забрали Мы можем вас с удовольствием Туда отправить Все Вы забираете Все отлично Фамилию и телефончик Оставьте пожалуйста Продюсеру И мы расскажем вам После немножечко Как их получить Поздравляем Ура Ура Вот Так ну у нас осталось Полминуты на самом деле Поэтому нам пора прощаться Спасибо большое Еще раз напоминаю Что сегодня Акустический концерт Романа Медведкина В Книжном клубе 12 В 7 часов вечера Возрастное ограничение 16 плюс Билеты еще есть Но их мало Поэтому торопитесь И мы всех приглашаем И на те события Которые говорил Николай Можно искать информацию О них На наших страницах На береге джаз-вятка В любой соцсети И найдете Все найдете Мои контакты И все найдете Все найдете Все прощаемся С нашими гостями Спасибо вам большое Вам спасибо за приглашение Да Добавляйтесь Слушайте альбом Пасеки Приходите сегодня на концерт Пожужжим Ура Культпоход завершаем Культпоход